В холодное время года организм человека ослабевает и становится более восприимчивым к разнообразным бактериям. Чтобы уберечься от вирусов и способствовать полноценной работе всего организма, мы принимаем витамины. Натуральные витамины являются важной частью рациона, без которой организм человека не может нормально функционировать. Необходимо заботиться о регулярном пополнении пищевого рациона витаминами. Они не только благоприятствуют обмену веществ, но еще и повышают жизненный тонус и работоспособность, а также благодаря им развивается иммунитет ко многим инфекционным заболеваниям. Польза витаминов очевидна. Например, без витамина D у детей может развиваться рахит, а у взрослых – остеопороз. Плюс раздражительность, бессонницы, нарушение аппетита. Я, кстати, это источник такого микроэлемента, как селент и витамина D. Витамин А способствует укреплению скелета. Содержится он, например, в морковке. У нас тут есть морковка, которая очень богата витамином А и бета-каротином. Витамин В6 излечивает дерматиты, но превышение дозы в пять сотен раз может нанести неиспроявимый урон нервам. Содержится витамин В6 в зеленых лиственных овощах, мясе, печени, рыбе и молоке. В рыбе содержится витамин В, а в жирных сортах – витамин D. Также рыба является отличным источником фосфора. С точностью можно сказать одно, что если бы не было витамина С, его следовало бы придумать. Ведь в многие процессы жизнедеятельности активизация гормонов и ферментов без него просто невозможна. Кроме того, устойчивость к инфекциям, повышение иммунитета, снижение утомляемости – тоже от витамина С. Из наших природных продуктов витамин С содержится в достаточном количестве в луке. Мы все почему-то переходим на цитрусовые, но забываем, что самые банальные вещи – это лук и репчатый листовой, какой только есть. Он богат витамином С. Восполнить недостаток витаминов зимой мы также можем с сухофруктами. Для этого у нас есть курага, очень полезная, и изюм. Современная наука научилась синтезировать многие вещества. Стороной не обошла и витамины. Но вот только открытым остается вопрос. Зачем люди отдают немаленькие деньги за таблетки, когда все те же элементы, да еще и в совокупности с другими микроэлементами, можно получить из свежих овощей, фруктов и мяса? Потому что природные витамины, они более адаптированы к организму человека, нежели синтетические. Синтетическим некоторым препаратам, которые мы применяем, так называемые витамины, там могут находиться в состоянии провитаминов. То есть им необходимо еще пройти процессы, определенные превращения в организме, чтобы стать действительно теми витаминами, которые необходимы нам для нашего организма. То есть употребление АЕВИТ, тоже есть такие препараты, вы помните, РЕВИТЫ, ДЕКАМИВИТЫ, то есть препараты, которые содержат не только витамин С, но также и витамин Е, помогающий обмену кальция в организме, витамин Д. Аптечная индустрия приучила людей к тому, что без искусственных аналогов полезных веществ им просто не выжить. Между тем, все больше ученых приходит к выводу, что синтетические витамины скорее вредны, нежели полезны для здоровья. Выбор за вами, питайтесь полноценно и будьте здоровы!